Привет, ребят! Меня зовут Рисман и следующее видео по Майнкрафту выйдет сразу после того, как на это видео наберется 500 лайков. Поэтому обязательно возьми и сейчас поставь палец вверх под видео, где-то вот здесь, короче, палец вверх. Обязательно поставь лайк и также напиши в комментарии, какой бы ты хотел видеть следующий мод на обзоре. И если именно твой мод попадет в обзор в следующее видео, то твой комментарий будет вот здесь вот посерединочке видео показан. Ну что ж, ребят, надеюсь, вы уже поставили лайк и для тех, кто не подписан, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, сегодняшний выпуск у нас посвящен взрывным динамитам, которые у нас немножечко необычные. Они не столько динамиты, сколько бомбы. Реально бомбы, при помощи которых вы можете взрывать местность и которые наносят разные эффекты, разные события. Короче, очень-очень круто, вы сейчас это все увидите. Реально, мод мне очень понравился. Он вроде как бы такой обычный, знаете, уже много модов всяких. На динамиты и так далее. Но тут есть такой один троллинг, который мне понравился. Не знаю, почему его Бритиш Динамит. Я бы его назвал Питер Динамит, потому что вы сейчас увидите почему. Ну что ж, давайте начнем. Вот у нас складочка с этим модом. Она называется Icross Tactical Explosive. Ссылка на этот мод оставлена под видео. Также ссылка на все мои социальные сети также оставлена под видео. Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте, Инстаграм, ставьте лайки. Но мы продолжаем. Первое, что у нас есть, это вакуум клинер. Как видите, иконочка такого пылесоса. Нажимаем R, смотрим при помощи ней, как он у нас крафтится. Крафт у него относительно недорогой, поэтому в принципе ничего сложного. Короче, сейчас увидите, как он работает. Далее нам понадобится Detonation Powder. Это, короче, плита, которая у нас детонирует. И при помощи нее вы можете взрывать именно эти динамиты. То есть просто так вы их не активируете. И давайте начнем, пожалуй, с конца самого интересного. Ну, не самого, но в среднем такого интересного. Это радиоактивная бомба. Так, радиоактивная бомба. В общем-то, это такая, знаете, обычная бомба. Но она взрывается не сильно. Но радиус поражения у нее очень-очень высокий. Потому что она наносит эффект иссушения. Давайте возьмем зажигалку. Так. И взорвем ее. Так, опа. Опа. Взорвали. И, как видите, на меня нанес эффект иссушения на 25 секунд. Ну, кстати, вот, видите, даже до овец он дошел. И у нас овцы тут подохли. Офигеть. Ну, почему-то не все, кстати. Ну, меня цепануло уж точно. Вот такая вот радиоактивная бомба. И посмотрите, по-моему, исчезает еще трава вдобавок. Или мне показалось. Давайте еще раз ее взорвем. И посмотрим, что произойдет. Нет, ничего не произошло. Но, как видите, овцы теперь у нас инфицированы и заражены. Что это такое? Чоколейд Куки. А, это у нас другой мод сработал. У меня тут модов куча стоит. Так. Ну, как видите, вот так взрывается у нас радиоактивная бомба. Давайте посмотрим, что у нас... Давайте посмотрим, как она крафтится. Крафтится она у нас из песка душ. Из двух золотых бомб. И из одного черепа визор скелета. Вот так вот у нас она крафтится. Так. Далее у нас есть железная бомба. Которая крафтится из железа и из cobblestone бомб. Кобблстоун бомбы крафтится у нас вот так вот. И вот так вот у нас сейчас железная бомба в инвентаре. Они как-то не по порядку разложены, на самом деле. В полной анархии. Но сейчас мы это увидим, как она у нас взрывается. Она у нас взрывается не сильно. У нас есть бомбы, которые взрываются здесь гораздо сильнее. Вот так вот у нас взрывалась железная бомба. В принципе, неплохо. В дом чей-нибудь да взрывать-то можно. Так. Далее у нас идет Iron Barrel. Короче, это, знаете, в общем, цесерна, которая взрывается. Это реально очень-очень крутая вещь. Крафтится она у нас из Iron, в общем-то, Explosive. То есть из железного динамита, из котла, из кремния, из шести слитков железа. Так. Устанавливаем ее. Давайте тоже ее взорвем. Активируем. И у нас произошел взрыв. Взрыв гораздо сильнее, чем вот обычный железный. Ну, не гораздо, но заметный. Я бы сказал. Так. И теперь при помощи пылесоса нажимаем правой кнопкой мыши. И я собираю весь этот мусор, который валялся, к себе в инвентарь. Посмотрите просто. У меня теперь весь инвентарь засран этой землей, этими семенами и, в общем, всем остальным. Короче, вот такая вот прикольная вещь этот пылесосик. Так. Так-так-так. Дальше у нас идет гравитацион... Что-то я чихнуть так хочу. Это нереально просто. Так. Дальше у нас идет гравитационный динамит. Короче, это обычный динамит. Он у нас абсолютно не взрывается. Но при этом он наносит всем эффект левитации. И все в округе вас, в общем-то, мобы, игроки, они начинают взлетать вверх. Давайте его взорвем. Так. И оп. И как видите, вот я и овцы, мы полетели вверх. И потом падаем вниз. Но овцы у нас не в креативе, поэтому они у нас подохли. А я в креативе, я не подох. Вот. Давайте изучать дальше. Посмотрим, как он у нас крафтится. Из плод хоруса. Посередине коблстоун динамит. Тут у нас эндер жемчуг. И таким образом у нас крафтится гравитационный динамит. Дальше у нас идет... Давайте сразу возьмем. Чтобы это постоянно сюда не лазить. Так. Эндстоун и даймонд. Так. Дальше у нас идут... Голд Ринфорсит Эксплозив. То есть, золотой такой динамит. Давайте его взорвем. Посмотрим, как он у нас взрывается. Взрывается у нас сильнее, чем железный. Заметно. Ну да. Гораздо сильнее, чем железный. И, в принципе, тоже очень-очень неплохо. Так. Ну и абсолютно никаких эффектов не наносит. Также у нас есть золотая цистерна. Которая тоже у нас взрывается. Наполнена каким-то реактивом. И, скорее всего, именно он и взрывается. Взрываем ее. И оно у нас взрывается тоже очень-очень сильно. По-моему, даже все-таки сильнее, чем обычная золотая... Золотой динамит. Так. Давайте посмотрим, как он крафтится у нас. Крафтится у нас при помощи железной... Железной этой баррел. Короче, вот вы видите, в общем-то, как оно крафтится. Я думаю, ничего сложного. Обязательно ставьте ны. И вам гораздо проще будет все это дело изучать. Так. Потом у нас идут с вами... Эндстоун и Скейп Эксплозив. Это... Короче, 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 сейчас увидите. Из зендер камня, короче, бомба. Давайте ее взорвем где-нибудь, где-нибудь. Давайте вот здесь вот на пригорочке будем взрывать нашу природу. Так. Активируем ее. И полетели. Так. Что у нас произошло? В общем-то, взрыв произошел. Эффект никакой не наложился. Но взрыв у нас почему-то, кстати, квадратный. Как видите. Поэтому... Поэтому вот он более аккуратный, что ли, получился. Ну, я не знаю точно. Ну, примерно как золотой все-таки. Хотя не так глубоко все взорвалось. Так. Далее у нас есть даймонд динамит. Короче, это железный динамит. Ой, извиняюсь. Алмазный динамит. Взрывается он у нас тоже очень-очень сильно. Я думаю, он сильнее все-таки золотого у нас. Наконец-то взорвется. Так. Взрываем его. Взрыв... А! Тут вода. Вот почему тут взрывы слабые. Тут вода потекла. Блин, эти толстые шейдеры. Из-за них нифига не видно на самом деле. Так. Давайте отлетим, где у нас нет воды. Например. Вот сюда вот в пролесок. И взорвем наш алмазный динамит. Так. Взрываем его. Офигеть. Вот это взрыв произошел. И очень-очень круто. Очень круто. Он у нас очень-очень глубоко взрывает. Поглубже, чем, блин, этот эндстоун динамит. Ну, хотя по площади вроде так же, как и золотой. Не знаю. Напишите в комментарии, как вы считаете. Так. И у нас еще есть алмазная баррель. Давайте ее тоже цистерну. Давайте ее взорвем. Посмотрим, как она взрывает. Кстати, ее, по-моему, уже тогда взорвает. Да. Ее можно просто взорвать. При помощи зажигалочки. И взрывается она у нас так квадратненько. В отличие от просто динамита алмазного. И, в принципе, тоже очень-очень круто. Не знаю. Мне нравится больше баррелей взрывать. Они как-то поаккуратнее взрываются. Так. Давайте соберем весь этот лут, чтобы у нас не подлагивало. Так. Далее. Далее, ребята, у нас идет кэблстоун. Короче, блин. Из камня динамит. Я не думаю, что он сейчас сильно взорвется. Он вообще, наверное, слабо взорвался. Да. Он вообще слабо взорвался, как обычный динамит. Чуть-чуть сильнее. Очень не круто. Но он нужен для крафта других динамитов. Давайте включим. День таймсет 1900. Мне вот такой нравится день. Так. И последний, ребят. Самый крутой динамит, про который я говорил, что это, знаете, в каком-то смысле питерский динамит. Потому что при взрыве, вот он написан на Бритиш, но это у нас Питер будем называть. Руссифицированная версия. Это динамит, который вызывает дождь. То есть вы его взрываете, и у вас начинает в игре идти дождь. Давайте его попробуем взорвать. И, как вы видите... А, почему не изменилось? А, я не тот динамит взорвал, извиняюсь. Так, вот. Взрываем его. И у нас тут же должна была испортиться... Чё, почему ты не взрываешься, Бритиш, слышь? Странно, почему-то не работает. Только что у меня работал. Ладно, не знаю. Короче, попробуйте вы сами. Наверное, это из-за того, что я водил погоду командой. Из-за этого у меня теперь дождь не включается. Может быть... Везер. Вот, видите? Везер. Клир. Так, а я могу как-то... Везер. Везер, везер, везер. Так. Давайте ещё раз попробуем взорвать этот динамит. Ага, ничего не получилось. Короче, что-то не идёт у нас дождь с вами. Не получается его взорвать. Как бы я не пытался экспериментировать с погодой. Блин, оставил на конец. Я думал, будет что-то такое. Давайте теперь... Так. Я могу на 10 секунд поставить дождливую погоду? Или я не знаю, получится, нет? Короче, в общем, при взрыве этого динамита получается вот такая вот неприятная дождливая погода. Вот, дождь закончился. Теперь давайте попробуем его ещё раз взорвать. Если получится, то круто. Если не получится, то ладно, уже ничего. Во! Во! Получилось! Всё, отлично получилось. В общем-то, это я с командой тут намудрил и заблокировал ясную погоду. Но, как видите, снова пошёл дождь именно при взрыве этого динамита. Очень круто. Не знаю, реально необычно. То есть вы можете его скрафтить. Скрафтить его несложно. Железный слиток, порох, печёный картофель, жареная треска. И взорвать его, например, добавить на сервер. И какой-нибудь игрок возьмёт, взорвёт у вас динамит. И всё, у вас пошёл дождь. Это очень не круто. Однако, если вы ведёте команду Везерклир, я думаю, у вас настанет ясная погода. Ну что ж, ребят, вот такой вот взрывной выпуск в Майнкрафте. Кому он понравился, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok